Всем привет, с вами Балканский Бомж и сегодня мы с вами отправляемся, правильно, на пляж, а куда именно, конечно же, на стену. Давайте смотреть. Да, развернем камеру в нужную нам, так сказать, сторону, потому что иначе из-за солнышка меня плохо видно, да и как вы писали в комментариях под предыдущей бродилкой, вам интересно смотреть на бродилку, а не на меня. Что ж, давайте посмотрим, что творится на тихуанских пляжах сегодня. Сегодня у нас суббота, если я не ошибаюсь, 30 апреля, уже самый конец апреля, уже видите, некоторые люди купаются, хотя, ну как купаются, они, так знаете, по колено в основном заходят, некоторые по пояс, но вообще вода холодная, да. А вот посмотрите, да, следят за тем, чтобы никто не переплывал за забор. На пляже, кстати, довольно прохладно, хотя и потеплело, да, последнее время потеплело, но все равно около 20 градусов, около пляжа, наверное, даже ниже, да. Ну, благо солнышко, сегодня хороший солнечный день, на солнышке, в принципе, тепло, но если вот зайти в тенек, то там, конечно, надо сразу надевать куртку. Все-таки хоть и тепло, но не настолько. Да, а мы потихонечку идем в сторону стены. У меня, кстати, с собой целый мешок, ну, как мешок, пакетик, такой, наверное, полкило сухарей, да. Я покупал в магазине, в супермаркете сухари. Извиняюсь за то, что кругом визжат дети, но все-таки это пляж, они играют, тем более, сегодня суббота. Так вот, я покупал сухари, я их все не съел, я съел там чуть-чуть, и остальные я решил оставить, чтобы их скормить чайкам. Да, поэтому, если мы найдем чай, чайкам повезет, мы их будем кормить. Если мы не найдем чай, то мы их скормим белкам, да. Возможно, из моих старых видео вы видели, что тут живут белки. Они тут живут и на пляже, и у границы, и везде. В общем, да, Тихуана это такое беличье место, причем белки, знаете, они не как в России, они не рыженькие такие. Они такие серые. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, море наступает. А я в кроссовках, да, мне не надо, чтобы на меня море наступило. А то в прошлый раз, когда я ходил снимать море, я смачивал несколько свою обувь, и это было, скажем так, не слишком хорошо. Знаете, какие волны. Народ купается. А вот спереди оркестр что-то там играет. Я боюсь, как бы Ютуб меня, скажем так, не покарал за эту музыку. Ну ничего, я надеюсь, что их будет не сильно слышно, а слышно будет меня. Хотя и надеяться на это, наверное, глупо. Скорее всего, их все-таки будет слышно. Посмотрим, да. Смотрим, опять вода наступает. Смотрите. Наступаем, да, тут у нас такие вот камушки. Ой, очень громко играют. Играют просто очень громко, невозможно, знаете. Мне интересно, они сами, наверное, используют беруши? Или как? Потому что вот когда барабан, например, начинает играть, это вообще... Это я метр к десяти или пятнадцати, наверное, и мне громко. А вблизи-то там, наверное, совсем. Да. Смотрите, какая интересная система. Народ здесь садится под зонтик, а потом надевает курску или укрывается чем-нибудь, потому что под зонтиком холодно. Но под зонтик все равно надо сесть. Как? Пойти на пляж и не сесть под зонтик. Да. Приближается май, а это значит, что приближается визаран. Кстати, наконец-то, наконец-то мой канал набрал 3500 подписчиков на ютюбе. Я мечтаю о том, чтобы к моему визарану у меня было 5000, но, конечно, это вряд ли. Вряд ли так быстро я наберу. Хотя, опять же, мои дорогие подписчики, все зависит от вас. Будут на меня там подписываться 100-150 человек в день, тогда, конечно, наберу. Но вряд ли столько будут подписываться. Это было бы слишком оптимистичным сценарием, наверное. Хотя, статистика ютюба до сих пор показывает, что большинство тех, кто смотрит мое видео, и даже не только тех, кто один раз что-то посмотрел, а тех, кто постоянно смотрит, они не подписаны. Так что, мои дорогие друзья, подписывайтесь обязательно. А вот чувак, он тут, наверное, живет. Да, бездомных в Тихуане на самом деле очень много. Большинство из них, конечно, не являются оригинальными, так сказать, жителями Тихуаны. Они приехали из других регионов Мексики. Да, или других латиноамериканских стран в надежде пересечь эту нашу чудесную границу, к которой мы с вами, кстати, подходим. Да, тут люди любят фоткаться. Такая вот стена. В конце где-то вот там-там птички сидят. Вот девушки фоткаются. А давайте просунем нашу камеру в стену. В дырку в стене. Ну-ка, что там? Там пляж. Да, тут, как бы, видите, такая она закрытая. Можно, в принципе, подойти поближе в то место, где можно руку прямо сунуть. Но тут нас может немножко залить водой. Вот, просовываем руку и смотрим, что там. А там за нами смотрят, так сказать. Тут, знаете, периодически пограничники гоняют на квадроциклах, иногда вертолеты летают, и камеры стоят. В общем, постоянно-постоянно смотрят. Ну, вот народ подходит и заглядывает. Все-таки интересно, конечно. Конечно, интересно. Вот как прилив, вода, она, видите, вот она вот доходит вот туда, вот туда, когда прилив. А сейчас вот отлив, поэтому вода пониже. Да. Проходим мимо этой чудесно-замечательной стены. Если вы хотите через нее перелезть, то видите, там проблема, там колючая проволока. Не советую. А здесь вот, видите, что там написано? Что-то написано? Не знаю, не видно, кажется. Там знак стоп стоит на американской стороне. Вот почему-то мне в глаза видно, а на камере не видно. Хотя, возможно, дело в том, что просто экранчик маленький, и я не вижу. Не знаю. Чаечек пока нет. Вот, посмотрите, чувак спит. А вот, наверное, его шатер развивается на ветру. Вообще, интересное такое, знаете, место около океана спать. Тут всегда прохладно. Круглый год, наверное, градусов 15. Да. А вот здесь вот, на вот этом вот холмике, вот на этом вот, прямо вот около границы. То есть, видите, вот там вот маяк стоит. С американской стороны, там, кстати, тоже кое-что высокое стоит. Вышка с камерами. Ну-ка. Так, вот ее увидеть. Надо немножечко отойти. Вон, видите. Не знаю, видите вы или нет. Наверное, вот сейчас видите. Он на той вышке, которая справа, это фонари, а слева там различные камеры, датчики и так далее. Так что всех потенциально желающих переплыть, перелезть и так далее, видно. Видно, да. Официально американская преграничная служба заявляет, что у них даже на таких, знаете, передвижных вот таких вот камерах слежения дальность, на которой они видят мигрантов, это 3 километра. Это вот постоянный пункт. Тут, наверное, больше. Да. С американской стороны сюда вот подойти нельзя. Почему нельзя? Ну вот вы посмотрите, там есть еще один забор, там вот всякое. Да. Вот туда вот наверх, на вон тот холм, туда можно. Да, там есть парковка, там есть смотровая, а сюда вот нельзя. Пойдем белок, наверное, покормим, я не знаю. Для этого надо подняться наверх. Наверх подниматься желания у меня особо нет. Или пойдем давайте найдем чаек и их покормим. Я вообще-то хотел все-таки кормить не белок, а чая. Такая чудесная, замечательная стена. У меня, знаете, в чатике, да и в комментариях порой идет обсуждение о том, может быть, ее можно переплыть. Ну, я не знаю, можете ли вы переплыть. В принципе, тут не так далеко. Другое дело, чтобы попросить убежища в Штатах, вам надо находиться на американской земле. Да, вам, то есть, недостаточно просто заплыть за буйок, скажем так. Вам надо находиться уже на американской земле. А это все-таки туда 50 метров, обратно 50 метров. Довольно значительное расстояние, плюс здесь постоянно волны. Это все-таки океан. Да, и он, кстати, холодный. Ну, холодный, ничего страшного, гидрокостюм. Но, как бы, в общем и целом, если вы именно идете купаться около стены, сразу же приезжают какие-нибудь спасатели. Или кто-нибудь такие, которые вам говорят, что здесь большие волны, купаться нельзя. Но если вы отойдете от стены на 100 метров, то, конечно, можно. Если просто заходите ножки помочить, особенно если вы ребенок, то, конечно, пожалуйста. Людей, смотрите, какое большое количество, да? Ну, это потому что суббота на выходных всегда много. Сегодня, я, кстати, вам скажу, еще довольно тихо. Я надеюсь, что это все не слишком мешает вам смотреть наше чудесное видео. Давайте посмотрим, что же там эти люди чудесные с зонтиком продают. Продают манго с стилок. Видите, они продают чипсы, они продают резаные манго в таком же соусе остром. Дети что-то копают, оркестр что-то играет, везде что-то продают. Оркестр, смотрите, ну, он восхитительный. Белые красивые костюмы, соломенные шляпы такие стереотипные. Ну, это же круто. Вот, а здесь, и вот, такая кукурузка с таким соусом. Вкусно, вкусно, кстати. Может взять что-нибудь поесть. На пляжах еще часто всяких, знаете, таких сверчков каких-то продают, рыбок маленьких сушеных. В общем, совершенно всякое разное. А вот эти вот дома, вот эти вот наверху, вот эти страшные, да, во многих из них там, кстати, рестораны с видом на море. Все красиво. Ну, там музыка постоянно играет громкая, поэтому я не люблю, я туда не хожу, там не бываю. А вот, кстати, вот парень с двумя ведрами. У него в одном ведре рыбки, а в другом сверчки. Вот он ходит и предлагает. Они, кстати, я вам скажу, не дешевые. Если вы берете маленький пакетик рыбок и маленький пакетик сверчков, сколько же это стоит? Это будет вам стоить где-то 4,5-5 долларов. Да. Ну, за два пакетика. Но они, правда, маленькие. Крампа 100, наверное. Хотя он их могла осыпать. Мы отдаляемся от американских границ и направляемся строго на юг. Но в этом движении на юг, конечно, не потеплеет. Например, в 100 километрах от Тихуаны находится известный такой город Энсенада, про который мой чудесный любимый оператор и невеста говорит, что Энсенада – это страшная дыра. Да. Что там порт, что там грязно, что там делать нечего. Вот. Ну, вообще считается туристическим городом. Если вы хотите, то обязательно съездим туда, посмотрим. Но для этого надо написать комментарии. И если вы все-таки хотите, чтобы я туда съездил, напишите, что именно вы хотите, чтобы я вам показал. То есть пляжи или же центр города, или там что-то конкретное, возможно. Мне как-то писал один человек, который интересовался о том, чтобы устроиться на работу в Энсенаде. Да. Там есть фабрика музыкальных инструментов одной крупной известной американской фирмы. И вот он, будучи человеком, работающим в этой области, в том числе не только на своей официальной работе, он как бы этим и дома увлекается, насколько я понял. Показывал видео чудесно сделанной ручной работой гитары. Вот. Он хотел бы, например, туда устроиться. Я не знаю, чем это все закончилось. Он, по-моему, им написал все-таки на e-mail, требуются ли им специалисты. Ну, и на сайте у них там был список вакансий. Я надеюсь, что у него получится туда устроиться. Это было бы на самом деле интересно. И если он туда все-таки приедет, я бы сразу съездил в Энсенаду, взять у него интервью и узнать, каково же это русскому устроиться. Ну, русскому я имею в виду гражданину РФ. Не столь важно, как бы, какой он национальности или этнические принадлежности, как вы это назовите, это не важно. Насколько же это возможно человеку с российским гражданством устроиться здесь на работе? Мне кажется, это очень интересная тема. Да, ну, я понимаю, что многие россияне тут устраиваются, так сказать, околотуристические работы. В основном они занимаются тем, что разводят своих соотечественников в Канкуне. Это во всех туристических местах мира, ну, из тех, что посещают россияне. Но, к счастью или к сожалению, я считаю, что все-таки к счастью, этот бизнес, скажем так, все. Более, наверное, неактуален в силу того, что рубль перестал быть конвердируемым. Ну, и российских туристов, наверное, будет на порядок меньше. Да, теперь какие-то, конечно, будут. Там всегда есть чиновники, проститутки, генералы и так далее. Ну, обычные самые туристы кончились. Да. С одной стороны, наши соотечественники, которые живут в туристических местах, таким образом потеряли работу. С другой стороны, большинство этих работ, они были на разводе других людей, на обмане, на наценке в три цены, в четыре цены. Мне кажется, это не очень красивое дело. Хотя, кто я такой, чтобы их осуждать? Да, мы их не осуждаем. Я просто довожу, так сказать, Да, в качестве справки. Здесь снова какой-то оркестр играет. Знаете, мексиканцы очень любят играть музыку, причем любят это делать громко. Вот прям вот громко. Это меня немало раздражает, особенно, когда она играет на моей улице полвторого ночи. Это меня прям особенно раздражает. У меня, знаете, такие звуки, несмотря на то, что живу я в довольно спокойном районе, ну, в очень спокойном и тихом, по тихуанским меркам, вот, и даже несмотря на это, и в том районе, кстати, и там и иностранцы некоторые живут, и так далее, ну, то есть, действительно, спокойный тихий район, но, несмотря на это, у меня постоянно какие-то звуки. Ночью, ну, то есть, вечером поздно, часто музыка, например, играет, а днем постоянно какая-нибудь стройка. То стройка была у моих соседей, был ремонт. То через дорогу что-то строили, забор. Почему-то нужно работать с перфораторами и так далее для стройки забора, я не знаю. То теперь один домик через несколько домов от моего жилища снесли. Теперь оттуда вот все вывозят. Да. Не слишком приятно. Но когда стройки и звуки все-таки умолкают, то начинают гавкать собаки. И в крайне-крайне редкие моменты слышны звуки поющих птичек. Но это редко, потому что у меня либо стройка, либо в более тихие моменты или ночами собаки. Да. Охотится птичек. Ну, ничего, бывает. Все, я жалуюсь, жалуюсь и ною. Как в моем чатике сказали, жалуешься и ноешь. Да, жалуюсь и ною. И продолжаю движение. Отходим от стены. Я уже отошел на достаточно большое, кстати, расстояние. Давайте посмотрим назад. Видите, где она? Далеко уже, да. Но люди все еще не кончаются. Люди не кончаются. О, чайечка прилетела. Классно. Сейчас ничего не кормить. Это у меня надо, наверное, снять мой рюкзак. Я извиняюсь за то, что на несколько секунд картиночка исчезла. Нет, не спугните чайку. Не спугните, пожалуйста, чайку. Какая она классная. Какая она здоровая. А сколько у нее интересен размах прилет? Наверное, больше метра. Знаете? Ну, всегда вот, например... Ай-яй-яй, не улетай. Ну, что такое? Улетела. Все-таки улетела. Не успел. Не успел. Вы представляете? Сейчас я вам покажу. Я тут вот такой растрепанный уже рюкзак вперед перевесил. Уже хотел было достать сухари, которые у меня там имеются. Но не успел. Да. Повешу микрофон на другое место. И буду ждать следующей чайки, которая к нам прилетит. Возвращаю вам нормальный вид. Да ё-моё. Вот, возвращаю вам нормальный вид. Вон, чайечки летают. Слушайте, а может быть им этот сухарик сразу дать? Подманить, так сказать? Может быть, тогда она и спикирует сюда? Или просто надо выйти куда-то, где меньше людей? Ну, где ж тут меньше людей? Я иду, иду, иду. А люди все не кончаются. Хотя не так уж и долго. Да, помните, прошлую бродилку я шел... Сколько? 49, по-моему, минут. А я ведь еще обратно шел. Да, ну, правда, я там немножечко остановился. Все посидел, покушал. Хотя я и сегодня, знаете, покушал. Перед тем, как снимать это видео, зашел в мой любимый гриль. Скушал там чикен пахитос с салатом. И мой любимый кафе де Оя. Он у них еще и безнимительный кафе де Оя. В общем, то, что я так сильно люблю. Не могу. Посмотрите, я так хорошо завязал. Ух ты, посмотрите, там птички летят. Такие птички. Не знаю, видно вам их или нет. Мне вот на экране их было не видно. Но они летят прям косяком. Таким ровным-ровным. Интересно, как птицы в полете, так сказать, не теряют свое место в этом косяке. Непонятно. Совершенно ничего непонятно. Ладно, продолжаем движение. Продолжаем движение на юг. Я, кстати, в эту сторону почему-то никогда далеко не ходил. Ходил немножечко в поисках какой-нибудь едальнии вместе с моей чудесной операторкой. Но и только-то. Пойдемте, наверное, в этот раз дальше. Будем искать какое-нибудь безлюдное место. И будем пытаться покормить все-таки моих чудесных чая. Ну, вернее, не моих, а не свои собственные. Да. А знаете, что меня натолкнуло на кормление чая? Я иногда заседаю, так сказать, в ТикТоке. Смотрю там всякое. Знаю, что вы сейчас напишите мне кучу негативных комментов, что ТикТок это там, я не знаю, для детей-двойственников и так далее. Возможно. Вот, я иногда сижу в ТикТоке, и там я наткнулся на один канал, на один аккаунт, и там парень каждый день кормит чайку из своего окна. Ну, там, правда, я так понимаю, что живет он где-то в Ирландии или в Британии, в таком-то таком месте, где чайки встречаются во множестве, в том числе и в городе. То есть чайка... Ой-ой-ой-ой. Какие громкие дети. Ну, да. Народ, ты почему не кончаешься? Ничего не понимаю. Не хочет народ кончаться. И чайки не хотят появляться. Может, я зря притащил этот пакет сухари? Ребенок пробежал передо мной. Желающий засветиться. Как бы меня YouTube за это не побанил. Как вы знаете, YouTube вообще не любит изображения детей. А тем более я на пляже. Тут такие дети, скажем так, в тем более неподобающей одежде. Особенно по мнению YouTube. То есть мне, конечно, все равно. А вот YouTube может это зубами на меня. Щелк. Да. Продолжаем наше движение в сторону Инсенады. Еще 99 километров. И я буду на месте. Хотя я, конечно, только не пройду пешочком. Да. Ну, вообще вопрос, как я назад пойду. Ну, да ладно. Буду надеяться, что еще минут через 5-10 люди кончатся, и я найду чайку. Что здесь слишком людно. Они здесь, видите, отказываются садиться. Хотя в будние дни здесь, кстати, людей гораздо меньше. Я бы сказал, раза в 2-3. А в воскресенье, наверное, еще больше. Особенно, если день теплый. То есть иногда все-таки выдаются такие хорошие теплые дни. Когда, там, не знаю, плюс 30, плюс 35. И тогда множество народ стекается на пляж. Потому что на пляже холодно. Ну, не холодно, конечно, прохладно. Супер охладно еще и в такие дни. В любой день, собственно, прохладно. Да. У меня рюкзак остался спереди. Наготове, так сказать. Раскрыт пакет с сухарями, но птичек нет. Зато есть куча водорослей, которых выбросило волнами. Интересно, а можно что-то интересное найти в водорослях? И съедобные ли это водоросли? Я вот, например, очень люблю сушеные водоросли. Насколько их реально сделать самому? Потому что стоят они, кстати, не так уж и мало. Может быть, их просто самому сделать из вот этих водорослей? Не знаю. К сожалению, не специалист. Если среди вас есть технологи пищевой промышленности, специализирующиеся на как раз дарах моря, то вы мне можете в чате написать со своими советами. Чайки вроде летают, но они где-то все далеко. Вот она, полетела. А здесь бизнес идет. Бизнес, видите? Продают что-то. Интересно, какова же длина полная вот этого всего пляжа? Когда же он закончится? И, как вы видите, пляж ненасколько не разрезан волнорезами. Меня почему-то всегда удивляло в России, на Черноморском побережье, почему там все изгажено этими страшными волнорезами. И все-таки из-за них, ну, так сказать, пляжи выглядят гораздо-гораздо хуже. Они еще и там сделаны так неаккуратно, страшные такие, облезвые, бетонные. Ой-ой-ой, вода прибывает. Ну, что, я думаю, мы с этим справимся. Какие-то люди. Продолжаем идти вперед. Так, вода отступает. Все, мы можем обогнать этих людей. Вот, люди, кажется, кстати, заканчиваются. Все. Начались камни, которые в прилив, я так понимаю, заливают. Сейчас вот отлив, поэтому мы можем порыбоваться на эти камни, но я к ним резко подходить не хочу. Там наверняка на них живут какие-нибудь морские гады. Они какие-нибудь противные, неприятные и все такое. Поэтому не хочу. Ну, люди здесь тоже есть. Правда, гораздо-гораздо меньше. А там вот впереди-впереди стоят пограничники. Не знаю, что они там стоят. А может быть, туда дальше нельзя? Не знаю. Давайте сходим и проверим. Правда, почему же я до сих пор, до сих пор не встретил ни одну птицу? Ну, такую, знаете, чтобы ее можно было покормить. Видимо, птицы боятся мексиканцев, потому что мексиканцы могут их слегка сожрать. А может и не могут. Не знаю, принято ли в Мексике есть чай. Я думаю, что не принято. Не слышал, чтобы вообще где-то было принято их есть. Хотя, знаете, а почему нет? Чайка большая. То есть там, наверное, много мяса. Ну, там слева один мужик. Вот на этот вот склон, который вы видите, опражняет свой мочевой пузырь. Ну, давайте, показывать я его вам не буду, потому что, мне кажется, Ютубу это, мягко говоря, не сильно понравится. Да. Пытаюсь застегнуть свой рюкзак. Хотя, может быть, ой, смотрите, а там какая-то птица. Наверное, зря я застегиваю свой рюкзак. Рано-рано я это делаю. Какая-то птица. Ай-яй-яй. Запнулся. Все-таки запнулся на камушке. Знаете, с ногой мне гораздо лучше. Кстати, если вы хотите подробный рассказ про ногу, опять же, пишем мне в комментарии или в чатик. И я вам все подробно расскажу. Знаете, мне до сих пор постоянно пишут украинцы. Разного рода. Да, которые удивляются. Как же так нельзя? После 25-го, значит, мы поедем беженцами. Вот, смотрите, я вам объясняю, дорогие господа украинцы. Я нисколько не против того, чтобы вы ехали в США. Я только за. Конечно, каждый хочет жить там, где лучше. Но для того, чтобы поехать беженцам, желательно иметь какой-то беженский кейс. То есть, факты преследований. Кстати, какая птичка. Она похожа на цапельку. У нее длинный клюв. Но нам она не нужна. Мы пойдем домогаться до чайки. Интересно, чайка соблазнится на наш кусок хлеба? Ну-ка. Ну, там какой-то мужик спит. Ой-ой-ой. Побежала. Полетела. Слушайте, как она низко пролетела. Знаете, на высоте той же, на которой стоит. Это она, кажется, нас близко не подпускает или что? Я не знаю. Вот я такой кусочек хлеба отломил. Ну. Съест она его или нет? Ой, кажется, да. Если волна его раньше не унесет. Или она меня боится? Может, их бомжи здесь ловят и жарят потом ночами? Вот еще кинем еще один. Ой, вот там целая куча кусочков. Но чайка боится. Я немножко отойду, чтобы она не так боялась. Еще кинем для затравочки. Ну, давай. О, молодец, молодец. Второй съела. Заглотила. Знаете, меня удивляет, как птицы умудряются съедать такие количества еды. Как вы знаете, я повторю это в сотый раз. Да, те, кто со мной лично общался, скажут, что я задолбал этим. Как вы знаете, выражение «кушает как птичка» оно несколько глупое, потому что птичка относительно своего веса кушает очень много. Да. Почему птичка кушает очень много? Потому что птичке нужно много энергии, чтобы летать. Плюс температура тела у многих птичек, она высокая, выше, чем у, так сказать, наземных животных. Да. То есть, если у вас температура тела 36-37 градусов, то у птичек она может быть 38 и даже 39 градусов. Как правило, чем меньше птичка, тем выше температура тела. То есть, у воробья она будет весьма высокой. Или, например, у перепелки она выше, чем у курицы. Да. Я, кстати, подумывал о том, чтобы завести перепелок у себя на крыше, но, возможно, это не слишком хорошая идея. Продолжаю вам всю чайку эту показывать. Вы знаете, такое ощущение, что она размочила этот кусок. О, прилетела вторая. Слушайте, а это, наверное, баклана, не чайка. Вот вторая, которая серая, я не знаю. Подойдут они, нет? Ну, ребятки, вам тут еды дали, а вы не подходите. Возможно, они меня боятся. О, чайка прогнала баклана. Возможно, они меня боятся. Я не знаю. Ну и плюс мне левой рукой кидать, мягко говоря, неудобно. Опа, еще один. Опа, опа, молодец, кушал. Молодец, смотрите. Вот так. Большой кусок, им сразу целый сухарь. Молодцы. Кушают. Ой-ой, все. Вода наступает. Как бы мне не залило мои кроссовки. Давайте, бакланы, подходите на трапезу. Не бойтесь у меня, я вас не съем. И ловить. Это бакланы или чайки? Не знаю. Они очень похожи на чайки, но все-таки несколько отличаются. Или это молодые чайки? Нет, наверное, все-таки это какие-то другие птицы. Бам. Разбилось. Уже голуби начинают слетаться. Нет, голуби нам не столь интересны. Голубей мы кормить не хотим. Давайте кормить все-таки бакланов и чай. Чтобы их налетело много, они красивые, они большие. И все такое. Вот, чайка. Наконец-то, видимо, съела тот, что не хочет, слишком большой или что? Или она обороняет от бак... Нет, не обороняет. Видимо, бакланы ей не по зубам. А может, потому что их два. Она думает, что еды всем хватит, но на самом деле хватит. Кто-то еще к нам подлетает. Кажется, чайка. Или... Потому что понять не имею. Они так похожи. Ну, давайте, господа, кушайте. Ох, какой кусок большой ухватил. Кушайте, кушайте. Не зря же я пришел сюда с камерой. Хотя, знаете, у меня появилась идея. Давайте я камеру поставлю куда-нибудь на штатив. Камеру поставлю поближе на штатив. А сам буду немножечко издалека, так сказать, стоять и за всем этим действом наблюдать. А камеру поставлю прямо вот туда. Голубь, я думаю, побаиваются. Их чайка, они все-таки... Интересно, а чайки могут съесть голуби? И вообще, птицы, они же едят птиц. Главное, чтобы чайка не утащила мою камеру в море. Это будет очень обидно. А она, кстати, может это сделать. Тем более, камера блестящая, ей может быть интересно. Но я надеюсь, что камера достаточно тяжела для нее. Хотя, уверенности в этом нет. Я раскидал хлебушек, как вы видите, вокруг, так сказать. Ай, вот это плохо. Я к хлебушкам немножечко попал на штатив камеры. Вот все, хлебушек везде вокруг. Давайте. Ждем, ждем, пока птицы осмелятся и подойдут. Вон уже драки какие-то начинаются между бакуанами и чайками. Я все-таки на стороне чая. Чайки, знаете, они более красивые. Хотелось бы их погладить. Вы как-нибудь гладили чайку? Я тоже никогда не гладил. А интересно ведь, какие они. Крайне-крайне интересно. Я вот сейчас не вижу то, что снимает камера, но я надеюсь, что все там хорошо. Подкину туда еще маленько хлебушка. Чтобы птички активнее, так сказать, приходили к камере. И еще важно, да, чтобы ее не залило водой. Это тоже, кстати, крайне важно. Потому что если ее зальет, то снимать свои ролики мне будет не на что. Да и вообще жалко, да. А если вам интересно, на что я снимаю, то в описании будет ссылочка на распаковку моей камеры. Смотрим, наслаждаемся живой природой. Ой, знаете, я попытался снять очки и понял, что кругом все-таки очень ярко. Очки у меня вроде такие не сильно затемняющие, но... На первый взгляд кажется, что они вообще с прозрачными совершенно линзами. Но нет, все-таки они помогают защититься от яркого солнца. Ну вот, как-то не доверяют, видите, не доверяют птице, они моему хлебу. То есть они где-то по сторонам пасутся. О, ну все, вот теперь, да, трапеза. Может быть, дело в том, что я отошел, и другие птицы начали есть. Вот голод, кстати, заметьте, он значительно меньше боится людей, чем чайки. Хотя, может быть, это здесь, знаете, может быть, это зависит от места. Потому что я столько много от людей слышал о чайках, которые воруют у них еду, там, например, или еще что-то. Но почему-то вот мне никогда не доводилось быть героем такой истории. Ну, не в качестве чайки, конечно, а в качестве человека, у которого чайка ворует еду. Ну, убегают, убегают. Хотя, да, тут прошла такая небольшая группа людей, и птички решили немножко убежать. Это мне не нравится. Сухари у меня, кстати, осталось мало. Я их, наверное, чайкам все отдавать не буду. Пусть они доедают то, что там лежит. Кстати, вот вам, наверное, это на камеру не видно, это все-таки сбоку, к сожалению, происходит. Чайки немножко убежали. Большие куски сухарей, которые они не могут съесть, они несут ближе к воде в мокрый песок и размачивают их. Вы представляете, насколько же они умные создания. Потрясающе. Насколько вообще наша природа, она разнообразна и красива. Кстати, моя невеста хочет завести попугаев. Ну, нас несколько волнует вопрос о том, кусаются ли попугаи. Ну, конечно, не в смысле кусаются, а в смысле клюются ли попугаи. Если кто-то из вас, так сказать, эксперт, опять же, прошу вас посоветовать мне что-нибудь на эту тему, потому что у меня, например, никогда не было попугаев, у меня даже никогда не было желания их завести. И если уж заводить, то я думаю, например, больших. Но в то же время моя девушка, она считает, что большой может очень сильно клюнуть. И поэтому больших не стоит заводить, а стоит завести маленьких. Да, рассудите, кто из нас прав. Кстати, нам сообщили, если попугаев из Штатов привезти в Мексику, ну, с документами какими-то, и потом их можно будет привезти обратно из Мексики в Штаты без проблем. Да, ну, если будет какой-то пруф, что мы их привезли из Штатов, этих попугаев. Да, и тоже, опять же, интересный вопрос, а можно ли приобретенных в Мексике попугаев привезти в Штаты? Все-таки, если мы говорим не о волнистях попугайчиках, а о каких-то крупных, то я думаю, что в Мексике они могут быть подешевле. Все-таки, сами понимаете. Птиц собралось большое количество, но почему-то они не едят мои сухари. Такое ощущение, что они либо наелись, либо сухари слишком велики все-таки, Леонид. Наверное, в следующий раз мне стоит сделать сухари поменьше. К сожалению, люди приближаются к тому месту, где я кормил, еще и с собачкой. Собачка, знаете, такая размером меньше кошки, поэтому... Да, трапезой наслаждается один только голубь. А чайки, они где-то все в стороне, все убежали в море купаться. Может быть, в море там больше всякого вкусного, я не знаю. Что-то вода как-то близко, близко, знаете, подступает. Нет. Пугает меня вода тем, что она подступит к камере. И мне надо успеть как бы камеру в таком случае будет убрать. А я, как вы знаете, бегать до сих пор не могу. В принципе, то есть не могу, не способен. И поэтому, да, приходится оставаться достаточно близко. В то же время это нервирует наших замечательных птиц. Отойду немножко. Заставляю вас наслаждаться видом этого несчастного голубя. Пока люди фоткаются и не дают, не дают чайчикам подойти поближе к лакомству. Хотя, очень странное дело. На самом деле, да, я рассказал в Кари, там еще их много лежит. Возможно, вы сейчас это можете видеть. Я не уверен в том, что сейчас на экране камеры происходит. Да и вообще в фокусе или картинка. Вот с этим, кстати, некоторая проблема. Я периодически, знаете, как сниму какой-нибудь ролик, а потом выясняется, что он не в фокусе. Приходится все удалять. Мне бывает очень обидно и жалко. Поэтому такое ощущение, что сегодняшний выпуск мой, он, знаете, превращается в такой подкаст. Да. Если вам нравится слушать мои разговоры, мои рассуждения, так сказать, ни о чем, то, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, предлагайте темы, которые вы хотите, чтобы я обсудил. Потому что, знаете, у меня смотрят совершенно разные категории людей. А некоторые люди меня смотрят... Вот видите, прошли люди. Ну, какие же тут будут птицы, когда люди ходят и пугают. А некоторые люди меня смотрят, потому что они... Им интересна тема иммиграции в США. А некоторые люди меня смотрят просто потому, что они меня давно читают. Некоторые люди меня смотрят, например, потому что им нравится, как я распаковываю посылки. И поэтому, как бы, у всех-то интересы разные. Да. Я не знаю, что вам именно интересно. На какие темы мне рассказывать. И вообще, стоит ли вообще сохранять такой вот формат? Вот как сейчас, то есть. Камера просто показывает мое, А я вам тут что-то рассказываю, рассказываю, рассказываю свой поток сознания в виде, наверное, подкаста. Да. В следующий раз мы можем эти как-то сделать. Вообще, просто я поставлю камеру, например, вот тоже на море ее направлю. Ну, только не как сейчас вот на камушек и на куски хлеба, которые кругом валяются, чтобы птиц приманить. А вот действительно на море, чтобы было более как-то красиво. И сам буду что-то наговаривать, наговаривать, наговаривать. Интересен ли вам такой вот формат? Я могу как-то наговаривать просто вот такое вот без темы, как сегодня. Все подряд, что в голову приходит одно с другим. Либо на одну какую-то конкретную тему. Или, может быть, для этого есть какие-то другие площадки, не YouTube. Я думаю, что есть. Вообще, насколько я помню, в Spotify были подкасты. И в других приложениях для прослушивания музыки, наверное, есть подкасты. Тоже интересная мысль, да. Но, наверное, это на русском языке не пойдет, потому что Spotify и другие приложения музыкальные, они, мне кажется, из России ушли и с клиентами из России более не работают. Хотя, опять же, множество русскоязычных живут не в России, а в той же Украине, Казахстане, Беларуси, Штатах, Европе и так далее. Возможно, все-таки на их аудиторию. Хотя, опять же, если кто-то спец, то, пожалуйста, зайдите ко мне в чате, в Телеграме и объясните мне. Я буду очень рад, если вы мне расскажете. Да. Вообще, я как бы такой дилетант, который практически ничего не знает. И поэтому мне будет очень интересно узнать на тему вот этого всего. Почему-то я никогда не задумывался особо сильно над тем, чтобы ввести вот эти свои социальные медиа. И ничего на эту тему не узнавал. Меня интересовали обычно другие темы. А вот сейчас, когда я этим, собственно, занимаюсь, вот мне, знаете, не хватает. Мне очень сильно не хватает собственных знаний для того, чтобы заниматься этим эффективнее. Также я понял, что, так сказать, очень уж давно я ничего не делал в фоторедакторах. Ну, сложнее пейнта. Вот. И у меня, как вы видите, некоторая проблема с превьюшками. Я не умею их делать. Если вы мне можете посоветовать какой-нибудь там, не знаю, видеокурс на YouTube или где-то еще, который обучает там несложному созданию превьюшек, если этот видеокурс не сильно длинный, там, вернее, больше 10 часов, я сразу все посмотрю и научусь и буду вам очень благодарен. Но, пожалуйста, посоветуйте мне. Но, пожалуйста, опять же, не надо рекламировать ничего. Вот именно посоветуйте мне, что вы сами, чем вы пользовались и что вы можете посоветовать мне, как, вот, так сказать, человек человеку, а не как реклама своего там или чего-то еще. Да, потому что я же вам, например, не рекламирую ничего. По крайней мере, на данный момент. Ну, возможно, у меня аудитория, вы скажете, слишком маленькая. Ну, впрочем, многие каналы с такой же аудиторией, они что-то рекламируют. Ладно, не столь важно это все. Прошел какой-то чувак и распугал всех птиц. Да, птицы распуганы. Видите, какое несчастье. Птицы распуганы. И это означает, что мы отправляемся обратно. Хотя, знаете, птицы, кажется, готовы вернуться. Или не готовы. Непонятно. Вот один баклан летает кругами вокруг меня и вокруг еды. Возможно, да, возможно, они хотят вернуться обратно на хлебное место. Слушайте, а может быть, они камеры боялись? Смотрите, приземляются, приземляются. Чайка и баклан приземлились. Кажется, они действительно боялись камеры. Посмотрите, насколько осторожные создания. Они боятся видеокамеры. Да, давайте я ее опять куда-нибудь попробую поставить. А сам немножечко отойду в сторону, чтобы не смущать наших замечательных птиц. Видите, я ее поставил несколько с другим углом. А тут такая красота приземляет. Ух ты, какая чайка. Вы представляете, она летела, летела, схватила с земли кусок сухаря и полетела дальше. Вот это мастерство. Давайте кинем туда пару кусочков хлеба. Главное, не попасть в камеру и ее не разбить. Тем более, песочек-то влажный вокруг нее. И ждем. Отошел я метров, наверное, знаете, на 7-8. И давайте теперь ждать, когда птицы вернутся и будут поедать хлеб. Хотя, возможно, птицы, смотря на камеру, думают, что это какая-то ловушка. Не знаю. Я, к сожалению, не специалист. Вообще, почему-то никогда не интересовался птицами. Хотя, на самом деле, это крайне такие занятные, крайне интересные существа. И обычно в моем мозгу, не очень умном, представление такое, что птицы, они глупые. Знаете, такой стереотип. Наверное, птицы ассоциируются у меня в голове с курицей. Курица, как бы, вы знаете, не самое умное существо. И поэтому кажется, что они глупые. Хотя, на самом деле, очень многие птицы, такие, например, чайки, такие, как вороны, такие, как некоторые виды попугаев, они крайне умные. Кстати, интересно, какая самая умная птица. Впрочем, я думаю, что мы сможем это нагуглить. Гугл знает все. Не идут, видите, не идут птицы. Если там камера, то птицы не идут. Видят, что какой-то посторонний объект. Интересно, а как они идентифицируют, что это не еда, а камера? Хороший вопрос. Ой, ремешочек от камеры весь промок. Причем он же промок-то в соленой воде. Это же вообще. Мне его придется, наверное, помыть, как-то постирать. Не знаю. Может быть, я забрал камеру, отошел. Сейчас-то птички вернутся. Не хотят. Не хотят или боятся? Не знаю. Может быть, надо отходить дальше. Может быть, их все-таки смущает мое здесь нахождение. Меня бы, кстати, тоже смущало. Вы представляете, насколько мы большие в сравнении с птицами? Если бы рядом с нами кто-то такой большой ходил, ну, пропорционально, наверное, бы мы смущались. Так, один баклан или чайечка приближается. Опа! Раз! Молодец, одна чайка. Приземлились. Один баклан, одна чайка. И вперед. Трапезничать. Еще одна чайка подлетает. Раз! Большой сухарь ухватило. Она, наверное, не сможет съесть. Я думаю, она его сейчас понесет к воде размачивать. Еще одна чайка. Ну, все. Конец хлебушкам. Сейчас они все сожрут. Но нет, все-таки идет какой-то продавец элотов. Или что-то еще. И сейчас они все распугаются. Хотя, вот еще одна чайка подлетает. Сейчас выберет себе кусочек побольше. Ухватило. А проглотить-то не может. Кусок большой. И он сухой. Потому что он все-таки сухарь. Еще и прозраченный ныне. Большой, просроченный. Но на нем как бы нет плесени. Вы не подумайте, что я кормлю чем-то плохим. Это просто сухари. Они абсолютно сухие. Ничего плохого на них нет. Да, кормим мы чайку исключительно самыми хорошими продуктами. Чтобы наши чайки росли большими, пушистыми, жирными. И теряли способность летать. Вот чувак продает. А, он напиток продает. И у него такой колокольчик. И музыка, кстати, играет. Но музыка, слава богу, играет не громко. Она, видимо, для него самого играет. В этом плане он молодец. Музышка веселая такая. Опа, еще одна чайка. Раз, взяла кусок и полетела к морю. Практически все съели. Смотрите, какие замечательные создания. Они оставляют этот кусок в воде, чтобы вода его немножко размочила, чтобы было проще есть. Ну, это вообще удивительно. Я никогда бы не подумал. Я думал, что они будут его, знаете, как-то раскалывать на более мелкие куски, что ли. Или что-то вроде того. Но нет. Все, улетели. Улетели все чайки в сторону воды. Может, там какой-то косяк рыбы или что-то. Я не знаю. Но нет. Возвращаются. Делают кружочек. Возвращаются. Возвращаются. Ладно. Оставим, наверное, чайк в покое. Перестанем на них смотреть. Потому что я здесь, наверное, стою и на них смотрю уже минут 20, наверное. Пойду обратно. Или отдать им все оставшиеся сухари. А то чайк много, сухарей мало. И едят они, кстати, много. Где-то сколько весит чайка? Мне кажется, что она весит килограмма. Полтора, наверное, два или меньше. Прибежала собака, овчарка. И все. Распугала всех птиц. Да, птицы с овчарками не дружат. Вот тут вот рядом какой-то дядя занимается йогой. Показывать его я как-то не знаю. Не сильно хочу. Я боюсь, что он может немножечко расстроиться, если мы его покажем. Хотя, что такое? Он же в публичном месте этим занимается. Вот он. Посмотрите. Слева. Мы наблюдаем за нашими птицами. Их уже сколько? Раз, два, три. Десяток где-то, да? Что ж, пойдем обратно. Все, хватит. Надоело мне здесь стоять. Хотя, знаете, я ожидал, что я замерзну. Но нет, на солнышке все-таки достаточно тепло. Не замерз. Загорел, наверное. Стану еще более коричневым. Видите, у меня как-то под каким-то видео кто-то оставил комментарий. А парень-то коричневый. Да. Бывают и такие комментаторы. Продолжаем наше поступательное движение. Обратно домой. Обратно домой. Мне, кстати, надо ехать на маршруточке. На маршруточке это стоит менее одного доллара. На такси бы это стоило около десятки. Ну, в принципе, если это день, то нет смысла особо ехать на такси. Зачем? Да, поедем на маршруточке. Все по-пролетарски. Как на родине. Да. Смотрите, какой тут склон, какой тут обрыв. И он важный. Интересно, почему он важный? Он важный, потому что в прилив туда вода доходит? Или он важный, потому что там какая-то канализация течет? Почему-то мне кажется второе, потому что вот он в некоторых местах прям вообще влажный, а в некоторых практически сухой. Притом, это не зависит от того, выше или ниже. Такое дело. А вы видите, кстати, там вдалеке стену? Я думаю, что не видите. Я тоже практически не вижу. Едва виднеется. На горизонте. А если все-таки видите, то слева от нее вы можете видеть полоску чего-то желтенького. Это пляжи в Сан-Диего. Ну, не в самом Сан-Диего, а в пригородах южных. Вот только что прошел парень, продает креветки. Мне очень интересно, кстати. Вот они постоянно ходят, эти креветки тут продают по всему пляжу. А что случается, если они же их не продали, например, за полчаса или за час? Ну, то есть не всегда же тебе везет быстро, что ты продаешь. Тем более их не особо-то покупают. Мне кажется, они достаточно дорогие. Как бы вполне может быть, что они стоят доллара там 3-4, а то и 5. Не знаю. Так вот, мне почему-то кажется, что если они не продают свои креветки, то они их просто продолжают продавать. Поэтому я бы не стал рисковать покупать на пляжу таких разносчиков креветки. Они могут оказаться уже там, скажем так, полежавшими. Ну, в том смысле, что их уже проносили пару часов, пару раз разогрели заново. Но креветки все те же. Мне кажется, это как-то небезопасно. Можно травануться. Тем более, я несколько раз тут уже травился. Хотя таких экспериментов креветочных не устраивал нам. Так, вот этот кусочек берега с камнями надо пройти быстро, потому что сейчас может волна набежать и меня немножечко замочить. Так сказать. А замочить ноги не хотелось бы. Были бы они в тапках, ничего страшного. А они, как я уже сказал, кроссовка. Все. Видите, прошел может сотню метров и здесь снова полно людей. Снова пищат дети. Снова кругом идет торговля. Вот с какими замечательными собаками пищат. Самым замечательным образом собак хочет играть, а ее хозяин держит за ошейник. Ну, блин, издевательственность с собакой, да? Все. Ну, здесь чайку мы, конечно, не приманим. Видите, какие они тут аккуратные. Дети роют лужи. Я, кстати, подозреваю, что в такой луже вода-то должна быть не как в океане, а теплая. А продавец напитков очень громко своим колокольчиком звенит. Хотелось бы отойти от него подальше, чтобы его звон вас не сильно раздражал. Не знаю, слышите вы его или нет. Почему-то я уверен, что вы его прекрасно слышите. Вот такой вот Тихуанский пляж. Как вы думаете, стали бы вы на таком отдыхать или нет? По-моему, для, так сказать, отдыха этот пляж мало подходит. Ну, для пляжа вот бы то что. Хотя, по сравнению с российскими пляжами, видите, такой русофоб. Русофоб, вы не любите все русское. Вот. Такой вот я русофоб. И считаю, что по сравнению с российскими пляжами этот пляж очень даже хорош. Во-первых, с российскими пляжами море тут не такое уж и холодное. Это я считаю, что оно ледяное, но как бы да, россияне, там, не знаю, в октябре купаются в Черном море или не знаю, в Балтийском летом купаются, в Белом даже. Вот. Ну и там они страшные пляжи, а здесь все-таки такой длинный, длинный, относительно песчаный пляж. Хотя, мне лично не нравится количество людей. Но, опять же, с чем сравнивать? Да, на многих пляжах в мире людей гораздо больше, чем здесь. Такая вот у меня сегодня поездочка на пляж. Вот. А вы мне напишите обязательно в комментариях, понравилась ли вам моя поездочка на пляж и делать ли опять такие поездочки или прямо сразу переходить на подкасты. Свои подкасты ни о чем. Вы знаете, можете таки начать что-нибудь делать такое, не сильно требующее вашего внимания, и включать этот подкаст и пусть он там вам играет или на ночь когда засыпаете. Во! В общем, ставим лайк, оставляем комментарий, подписываемся на канал. С вами был Балканский Бомж, а я вас благодарю за то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Новые очки, кстати, я их распакал во вчерашней распаковке. Да. Всем пока! Пока!